Российское подразделение марки Hyundai закончило сертификацию новой Elantra, что подтверждает соответствующий документ. Из него мы знаем, у российской версии седана не будет ни турбомоторов, ни робота, ни вариатора. Двухлитровый двигатель из семейства Smart Stream новый, но с простым распределенным впрыском. Младший атмосферник 1.6 и вовсе от машины прежнего поколения. По всей видимости не меняются и шестиступенчатые коробки передач, механика и автомат. Напомним, что новинка построена на платформе K3, но по сравнению с предыдущей Elantra и родственным Kia Cerato колесная база растянута на 2 см. Еще один технический нюанс. У машин, собранных на Калининградском автоторе, сзади будет стоять полузависимая балка, хотя на некоторых рынках часть версии оснащается независимой многорычажкой. Что касается комплектаций, то в дорогих версиях Elantra ждет светодиодная оптика и интерьер с двумя экранами, каждый по 10 с четвертью дюйма под общей накладкой. Это цифровые приборы и мультимедиа. Цены и другие подробности узнаем после официальной премьеры. Продолжая тему новинок, в ноябре марка J. Lee выведет на рынок флагманскую модель Tugela. Название африканского водопада выбрано экспортным именем для кроссовера, который в Китае известен как Sine, а в некоторых других странах — под индексом FY11. Российский пресс-офис J. Lee оказался скуп на подробности. Мы знаем, что для России сертифицирована пара версии двухлитрового турбомотора, с которым состыкован восьми диапазонный автомат. Менее мощный двигатель предназначен для переднего привода. Более мощный — для полного. Напомним, что новинка базируется на модульной архитектуре CMA. Ее же использует паркетник Volvo XC40. Тележка подразумевает независимую заднюю подвеску и электрический усилитель руля. Российские дилеры будут получать машины из соседней Беларуси, ведь тамошний завод Билджи уже наладил крупноузловую сборку, что гарантирует более-менее адекватные цены. А в перспективе возможен переход на полный цикл со сваркой и окраской. Но особой дешевизны мы не ждем, ведь Tugela сыграет роль флагмана марки J. Lee. На это намекает уже размерный шин — 19 или 20 дюймов. А вот багажник купеобразной Tugela обещает быть даже менее емким, чем у младшей модели J. Lee Cool Ray.